Дорогие друзья! Всем Маткульт привет! Из Москвы у меня как это? Перекантоваться называется дома. С 7 по 18 октября ни одной ночи дома не было. Ни одной. Сейчас завтра поеду в Челны, но когда эта запись будет, когда это будет опубликовано, эта поездка уже пройдет. Поэтому сейчас я вам расскажу про много разных интересных новостей, которые случились и вскоре тоже еще случатся. Так, первое. У нас была совместная запись с Игорем Рыбаковым. Это такой бизнесмен, меценат, благотворитель, у него такая картина мира довольно занятная. Мы, в общем, побеседовали долго, в течение полутора часов, по-моему, беседовали и дальше больше. И прямо в онлайн-режиме он говорит, я тебе, значит, на твою замечательную деятельность, вот ты спасаешь учителей, я с тобой полностью согласен. Я, говорит, считаю, что учитель 300 тысяч должен получать. Ну, 300 тысяч я не знаю, конечно. Мы просим 70-80, да, дать? Вот. Ну, в общем, он говорит, я вот тебе хочу дать, вот ты так защищаешь учителей, вот ты подвижник, и вот тебе я даю миллион рублей. Ну, так, говорит, просто дают, значит. Но так, как этот миллион рублей, понимаете, вот когда тебе дают какие-то деньги, ну, не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, 10 миллионов, ну, со мной такого не бывало, но тем не менее. Они дают и говорят, да, вот тебе, ты большой молодец, ты просветитель, у тебя шикарные лекции на интернете, возьми. Ну, как бы так, да я возьму и с удовольствием использую там на погашение долгов, на какие-то, может быть, квартирные условия, да, это понятно. Но когда мне дают на то, что я защищаю учителей, если я беру, о, спасибо, я такой жирный буду вот с этим миллионом сидеть и спасать учителей, ну, вы понимаете меня, да, что, я не знаю, ну, я так не могу, да, и пацаны тоже поддерживают, что это будет, ну, совершенно не... Как бы не... Ну, в общем, это ниже плинтуса будет, поэтому если миллион, да, на то, чтобы, значит, поддерживать учителей, то даже надо им поддерживать учителей. Вопрос, каких? Я же не могу там по рублю раздать каждому учителю России, это будет незаметно. Так вот, поддержать учителей мы решили, тех, которые нам помогают в движении родной школы, причем помогают очень активно, настолько активно, что по нашей просьбе они выслали квитки со своими зарплатами, мы собирали информацию о зарплатах, к сожалению, большинство просто проигнорировало там, у кого много дел, у кого кто не верит ни в какие изменения, кто еще во что-то, а вот кто-то поверил и прислал нам эти квитки. Так вот, именно этим людям мы все и заплатили. Полностью весь этот миллион распределили между ними. Так что, вот, мне кажется, это прекрасное, абсолютно прекрасное применение. Какие-то в комментариях к родной школе были, типа, ой, это все равно, что пыль там за окно выкинуть, это так противно звучит, это когда люди, которые даже лекарств не видели тысячи лет, там, пошли в аптеку, купили то, что себе нужно, а какой-то вот этот пишет там, все равно, что выкинуть в окно, ну, не знаю, у меня ужасно, ужасно. Так, одумайтесь, товарищ, что вы такое говорите, да, вот, реальные деньги пошли реальным людям, вот, причем именно тем, кому они нужны. Так, это первая новость, это первая новость, да, ну, и, кстати, я должен сказать, что если кто-то из вас придет и скажет, что Алексей Владимирович, вы прекрасный просветитель, вот вам денежки, вот такие денежки, я с удовольствием возьму, потому что там, на самом деле, сейчас не очень понятно, один из источников дохода, начиная с 25-го года, может у меня гикнуться. Ну, если это произойдет, я, правда, специально сделаю выступление где-нибудь в январе, вот, но можно уже даже, начиная с сегодняшнего момента, готовиться к такому событию и активнее подписываться на спонсор Ру Саватиев, ссылка здесь будет. Так, теперь про другие новости. Дробышевский плюс! Ха-ха-ха, вышел! Вот он, наш коллапс с Дробышевским, с Станиславом. Вот, смотрите все. По-моему, получилось круто, честно, ну, как сказать, себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, как известно, да, или как обосранный еще говорят. Ну, в общем, получился отличный у нас с ним коллап, вот, и вообще, Стасову, огромное спасибо за приглашение, смотрите все. Дальше. Значит, продолжаются попытки со мной связаться через разные сети, кроме электронной почты и телефона. Сразу предупреждаю, это невозможно, невозможно. Никакие другие средства связи со мной не работают. Либо вы знаете мой телефон и пишите смс, кстати, прямой звонок тоже я пропускаю с незнакомых номеров всегда. Либо вы знаете мой электронный адрес и пишите туда. То есть, приглашение можно только таким образом делать. Все остальные соцсети, это общие соцсети, никто там не будет никакие лички смотреть и на них отвечать. Вот это просто понимаете. Даже когда записано, что это лично моя, там, Саватеева, Алексея Владимировича, телефон привязан, это не способ связаться со мной. Еще раз, электронная почта, телефон по-прежнему у меня вот такой, чтобы все понимали. Никаких, значит, этих самых не бывает. Ватсапов, вайберов и т.д. Так, далее. Если вы меня куда-то приглашаете, имейте в виду, что руководство вашего учебного заведения или центра, куда вы меня зовете, может быть и новое мнение о приглашении Саватеева. Только что вот в школе Тубельского так произошло. Меня звали, мы договорились. Парень там, ну, классный парень там, родитель звал. Даже не думал, что какие-то проблемы будут. Но когда переговорил с директором, директор сказал, что такие вещи надо, ну, короче, согласовывать там с кем-то. В общем, визит не состоялся. Поэтому, пожалуйста, кто меня зовет, обязательно проверьте, что ваш директор либо берет на себя ответственность позвать меня, не согласовывая ни с каким департаментом. И, кстати, это абсолютно нормально. Департаменты не занимаются тем, что выискивают, где там выступает Саватеев, который там высказывается против каких-то действий Корцова или против него самого. Не хватает у них на это сейчас ресурсов, поверьте. Но если ваш директор вот настолько, ссыклив, извиняюсь за выражение, что не готов взять ответственность, переговорите с ним и спросите, готов ли он там запросить разрешение. Некоторые департаменты тоже согласятся. Например, я уверен, что в Татарстане или в других республиках спокойно согласятся департаменты даже. Ну, в общем, вы проверьте, что ваш директор тоже поддерживает это приглашение. Иначе не надо даже сотрясать воздух, скорее всего, это все будет, в конце концов, отменено. Так, дальше. Премия учителям истории от наших друзей. И вот здесь по ссылке вся информация. Я уж не буду долго говорить. В общем, там несколько этапов. Изучите этот сайт. Значит, все учителя истории приглашаются. До 4 ноября подавайте заявки. Там какой-то крошечный взнос типа 100 рублей. Нужно заплатить за участие. Ну, надеюсь, 100 рублей у всех найдется. Вот. И это очень интересно. Мне кажется, это вот программа премии. Вот. Дальше. У нас на родной школе происходит опрос учителей о нагрузке и зарплате. Он будет ежеполугодным, два раза в год. И мы всех приглашаем участвовать. Обязательно поучаствуйте. Вот по ссылке все описание есть. Так. Далее. Далее вышло целый ряд интервью. Павлу Иванову на Авроре. Разбор книги «Бесы». Самой страшной русской книги на Фоме. До этого, кстати, был разбор Водолазкина тоже на Фоме. Фому поздравляю с прошедшим праздником 19 октября. День апостола Фомы и день журнала. Это мои большие друзья. Так. Дальше. Екатеринбург УФМ по ссылке. Бояршинов. Вот тут последний. Даже последних два. Дальше. Интервью строительным кадром. Интервью канала «Сталинград». Так. И репортаж из лагеря «Орленок». Честно скажу, что это далеко не все, что вышло за это время. Это то, что я успел как-то подсобрать туда-сюда. Теперь РУДН приглашает всех на Международную школьную олимпиаду, а также на студенческую олимпиаду. Значит, я готов пригласить туда с некоторыми оговорками. Задачи не всем покажутся, ну, как-то, ну, то есть не то, чтобы всегда эти задачи будут прям безумно красивы, но некоторые задачи довольно интересные. У меня на канале здесь было, вы помните, часть из них мы разбирали. В общем, приходите, там очень неплохой фрезовой фон, так что, как бы, что называется, на вкус и цвет задач не всегда есть, товарищи и друзья. Но, значит, кто хочет поучаствовать и выиграть, победить, то регистрируйтесь здесь. Там, значит, новость для участия от ВУЗа, нужен какой-то тим-лид, преподаватель из ВУЗа. Ну, короче, вся информация ниже здесь. А вот, это то, что друзья просят рассказать. Ну, и далее про ближайшие гастроли и выезды. Бауманка! Свободный вход, все! Кажется, наконец, с третьего раза они, правда, предыдущие два раза тоже обещали свободный вход, а потом давали заднюю. Но в этот раз вроде бы все. Абсолютно свободный вход для всех. 29 октября, в 17.30, вот здесь плакат. БЗЦКИ, Большой зал Центра Креативных Индустрий, вот так вот. В 17.30 моя лекция на тему математические основы безопасной передачи данных. Вот так, про алгоритм РСА, ну и там вокруг, может быть, что-то вокруг него, с полным математическим обоснованием. Приходите в Бауманку все-все-все-все-все. В 17.30, 29 октября, вторник. Зал 1200 гарантированно вместит всех вас, всех желающих. Я дал, что называется, ну, клятву на будущее нельзя давать, но я просто буквально там обещал. Если будет там аншлаг, то я могу, я себя лично вот могу вот так вот голову посыпать там чем? Чем? Солью или чем посыпают? Пеплом, да? Если будет аншлаг в зале 1200. Я в него не верю. Хотите, попробуйте организовать. Вот. Так. Теперь дальше что? Дальше, дальше. У нас такой листочек есть. Там октябрь, потом ноябрь, потом декабрь. Но сильно далеко я заглядывать не буду. Я загляну в октябрь, а это уже декабрь. Ладно, тут какие-то будут отдельные записи и выступления, про которые я позже буду выкладывать в ВК. А, 26 ноября уже новые новости выйдут. А вот 11 по 13 ноября я в Сириусе. Так что, кавказская смена меня там ждет. А кроме того, там будет съезд популяризаторов науки. Потом, 24 ноября, я, кажется, наконец, то есть, как кажется, если буду жив, да? Я приеду в новый регион, называется Калмыкия. Я в нем никогда не был. И листа меня ждет. Со станции Зимовники, на которую я приеду из Сириуса прямым ночным поездом, меня заберут и повезут в Элисту. Наконец-то меня повезут в Элисту. Вот. Ингушетия и Нарьянмар, приглашайте, приглашайте. Тоже когда-нибудь организуем. Ну, а те дальневосточные регионы, возможно, я буду действительно осенью частично посещу. Но пока на очереди Калмыкия, 14 ноября. 15 утром я выступаю в Старвопольском центре для одаренных детей и улетаю в Москву. Вот такой будет выезд с 11 по 15 ноября. Теперь я смотрю, что будет до этого. Да, значит, так, ну это будет так закрытая лекция. А дальше будет куча коллабов пятого и шестого. Мы еще в Боровск поедем, но это семейный будет выезд как бы на полканикулы. И, конечно же, в конце месяца ноября будет Минск, Полоцк, Брест. Два из этих трех городов. Вот я точно не знаю, может быть, на этот раз без Бреста. Минск и Полоцк. Это прям следите в ВК, математика просто. Скорее всего, 27-го Полоцк и 28-го переезд, 28-го вечером, 29-го утром Минск. Что-то такое. И, 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 так, фирма Аквариус приглашает провести лекции в московских вузах. Это будет, это будет, это будет, это будет 26-го ноября, да, 26-го ноября это будет. И какого-то декабря, 16-го декабря. Да, вот так. Но самое главное, конечно, экономикон Адыгейского государственного университета со 2-го по 6-го декабря на этой неделе. Возможно, это будет 4-го, 5-го и 6-го декабря. Приглашаю всех участвовать. А Электорам уже написал, значит, все приезжайте в Майкоп. Свободный вход, интереснейший сбор ученых из разных областей, обсуждения проблем экономики, общества. Да и вообще, в целом, всего на свете. Экономикон не знает границ по тематикам. Вот, это мое детище просто любимое. Я его провожу снова. Так, дальше будет собрание РАН. Ярославль 12-го декабря. Татарстан снова в конце декабря. Ну да, 23-го декабря Санкт-Петербург. Ладога. Герценко. И, возможно, что-то еще. Ну и на этом закончится все. Ну, подробнее про то, что будет вот не скоро, а будет в ноябрьских новостях. А пока обязательно запишите себе Бауманку 29-го октября. Приходите на нее все, все, все. И, конечно, про Экономикон пишите мне на почту хибины собакамейл.ру, те, кто поедет в Майкоп в начале декабря на Экономикон. Ну, вроде бы все. Сумбурно, зато все, что вспомнил, ну, кажется, это все, что есть. На сегодня всем от культ привет. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok